Нормы ГТО Готовить детей и взрослых к труду и обороне в Ленинском районе начали около двух лет назад. Именно столько на территории муниципалитета работает центр тестирования ГТО, сотрудники которого и организуют сдачу нормативов. Некоторые из этих этапов могут проходить в помещении. С легкой атлетикой сложнее, поэтому пока погода не испортилась, все желающие протестироваться собрались на стадионе «Металлург», чтобы пополнить свои личные копилки спортивных достижений. В физкультуре это всегда полезно, а комплекс ГТО показывает уровень подготовленности людей. Если ты получил знак, это некое признание твоих физических возможностей, твоих спортивных достижений. Если ты занимаешься физкультурой хотя бы 15-20 минут в день, ты совершенно спокойно выполнишь нормативы для своего возраста. Если ты не можешь выполнить, соответственно, тебе нужно увеличить количество занятий в день, в минутах. Сейчас, в отличие от советских времен, сдавать нормы ГТО не обязательно, однако молодежь активно примыкает к этому движению. Во многом это связано с тем, что успешно сданное тестирование дает дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. У меня как раз сейчас такой возраст, когда уже пораздумываться о поступлении, а лишние баллы никогда не будут. По-моему, молодежь сейчас больше тянется к спорту и все идет к новым рекордам, потому что она осознает, что она новое поколение, а значит, есть новое поколение, значит, новая надежда. А чтобы стать обладателем золотого значка ГТО, необходимо сдать 4 обязательных норматива и 4 на выбор. Получить в каждом из них соответствующие возрасту количество баллов и сделать все это надо за определенный промежуток времени. Для взрослых календарный год, для школьников год учебный. Юлия Погосян, Константин Рылов, Ольга Садовская, ВИГНЕТВ.